Бежицкий дворец культуры имени Медведева вместить всех желающих не смог. Чтобы послушать кандидатов в губернатор, многие приходили задолго до праймерис, дабы занять свободное место. Такая активность не случайна, грядут губернаторские выборы. Многие на праймерис впервые, но есть и опытные люди. Нужно проводить вот такие вот встречи, на которых мы можем задать лично вопросы, нас интересующие, и получить на эти вопросы ответы. Нынешние праймерис – процедура в области не новая. Фактически год назад по тому же принципу народное предварительное голосование проводилось по отбору кандидатов в Госдуму. Однако этим летом появился и ряд изменений. Прежде всего в количестве кандидатов. Если в Нижнюю палату парламента баллотировались 44 человека, то на пост главы региона претендует всего дюжина таких разных и по-своему интересных кандидатов. И это не единственное отличие нынешних праймерис. Голосование будет принимать только члены партии, в отличие, например, от предыдущего праймерис, который подразумевал под собой и голосование представителей общественных организаций, выходящих в ОНФ, Общероссийский народный фрон. Сейчас и при этом была система выборщиков, то есть каждая член общественной организации, не каждая, вернее, общественная организация направляла своих представителей на голосование. Сейчас же в процедуре голосования могут принимать все члены партии, стоящие на учете в том или ином местном отделении. Площадок, если в прошлый раз у нас было 12, сейчас их несколько меньше 9 площадок, но это связано с ограниченным сроком проведения. Кстати, на пост главы региона претендует и две представительницы прекрасного пола. Выдвинутые Брянским отделением Союза женщин России Нина Сотникова и Светланы Безверхья убеждены, управлять Брянщиной по силам не только мужчинам. Под 11 номером в списке и действующий губернатор Николай Денин. Обращение всех кандидатов нашли у жителей крупнейшего района города большой отклик. Идет строительство физкультурно-здоровительного комплекса в Брянском районе. Но он уже стоит тут очень-очень давно, как не даст другим. Скажите, пожалуйста, в какой период будет достроен этот объект? Это новый объект, это теннисный корт, который было принято на решение о его строительстве в прошлом году. В следующем, в 2013 году, в дню города, 17 сентября 2013 года, в том числе с благоустроенным майским парком, данный объект будет сдан. Выслушав всех кандидатов, бежичане всех возрастов и социальных положений отдавали свои голоса. Все это говорит о понимании людьми важности народного предварительного голосования для их же будущего. Я знаю, сколько многих дел сделал Николай Васильевич Денин. И я надеюсь, что и в дальнейшем он будет достойным губернатором. И мы плоды его труда мы узнаем. Партии, в целом, я думаю, что и для Земли Брянской это такое событие большое. Дать возможность сначала внутри партии посмотреть своих кандидатов, послушать. И так как уже определено в уставе партии «Единая Россия», в конечном итоге на партийной конференции будет избран один из не менее трех кандидатов. Тот, кто будет принимать участие. А вот политический совет должен создать нормальные условия. Отметил Николай Денин и недостаточность времени выступлений кандидатов. Выделенных пяти минут для изложения основных идей, по мнению губернатора, явно недостаточно. Принято решение уже со второй встречи, которая состоится в Трубчевском районе, дать кандидатам высказываться столько времени, сколько им нужно. Татьяна Глазова, Дмитрий Комаров. События. Брянск.